Здравствуйте, коллеги! Мы рады, что вы продолжаете смотреть наше видео, посвященное Мастерскаде 4D. И в новом видеоролике из этой серии мы разберемся, как в этой программной среде работать с графиками. Итак, для примера работы с графиком я создал проектик готовый, в котором в качестве контроллера используется PLC-11030 и есть объект специально для отображения моего графика. В нем есть параметры температуры, это вещественный параметр данный с плавающей точкой. И подготовил я окошко небольшого размера под график. Сразу проверю, чтобы это окно было стартовым, правой кнопкой на нем нажму, проверю, что его нельзя назначить стартовым, значит оно таковым и является. На этом окне я разместил элемент из библиотеки, который называется горизонтальный ползунок. Находится он во вкладке диалоги. У него есть параметры текущее значение, которые с помощью перетаскивания левой кнопкой мыши привязываются к температуре. Повторюсь, перетаскивайте из свойств этого объекта в параметр для того, чтобы направление воздействия было соответствующим. От ползунка в температуру. Также у ползунка стоит указать минимум и максимум. По умолчанию это от 0 до 100. Я поменял значение, теперь у меня от минус 100 до 100. Это значит, что когда ползунок находится в крайнем левом положении, переменная будет принимать значение минус 100, в крайнем правом плюс 100. Теперь, на панельке контрлы в палитре, во вкладке контрлы, есть элемент, который называется график. Я его добавил также на свое окошко. Выглядит он следующим образом. Как добавлен, так сейчас и остался, даже такого же размера. Как работать с этим графиком? Все параметры, которые вы хотите на него вывести, вы просто перетаскиваете из дерева объектов на этот график, и они здесь добавляются. Перетаскиваете, отпускаете, и параметр будет отображаться на графике. При этом, очень важная вещь, в свойствах самого параметра, который вы хотите визуализировать, должна стоять галочка архивировать. Это будет значить, что параметр сохраняется внутри исполняемого этого объекта, внутри контроллера в данном случае, и выводится после этого на экран, на график. Перейдем к свойствам графика. Что здесь есть? Во-первых, самое главное, это так называемые перья. Перья – это те переменные, которые вы вводите на график. У меня сейчас две переменные температуры, один температуры, два. На самом деле, это одна и та же температура, поэтому одну из них я могу вполне удалить. Внутри, в настройках этого перьяа, есть ссылка на переменную, вот это значение. Есть настройки минимум и максимум, это, соответственно, минимум шкалы и максимум шкалы по оси Y. Поставил минус 100-100 в соответствии с диапазоном нерегулирования ползунком. Также, неплохо было бы указывать количество делений, но вообще это выбирается подбором под конкретную задачу. Если вы считаете, например, от нуля в плюс, можно поставить нечетное число, которое стоит по умолчанию, например, 5. Если вы работаете в двух диапазонах, в отрицательном и в положительном, наверное, лучше ставить количество делений четное. Тогда у вас, вот как у меня, будет 3 сверху, 3 снизу, то есть 3 до нуля, 3 после. И делиться будет достаточно удобно. Можно поставить еще больше, но все равно четное, чтобы симметрично было все. Ноль находился посередине графика. И, помимо всего прочего, я предпочитаю устанавливать тип графика ступенька. По умолчанию стоит линия. Чем они отличаются? Линия соединяет две точки прямой линии. При настройке ступенька они соединяются ступенчатым образом, то есть от одной точки к другой значение сохраняется на текущем уровне. И в момент появления новой точки оно скачком изменяется в новое положение. На мой взгляд, это удобнее и правильнее. И также я обычно ставлю толщину линии побольше, чем по умолчанию. По умолчанию один, ставлю два, три и выше, для того, чтобы линия лучше читалась. Теперь, да, кстати, также можно настроить в перех границы. Это сигнализация о том, что вы вышли за пределы какого-то условного диапазона. Ну, например, превышение какой-либо определенной уставки. И при этом будет меняться цвет графика. Достаточно наглядно показывает, что в данный конкретный момент вы превышаете нужное значение вам. Теперь, нужно обязательно ставить галочку автопрокрутка, но благо она стоит по умолчанию. Это значит, что когда у вас график доползает до правой границы, он автоматически будет сдвигаться влево. И будет добавляться такая вот свободная область для отрисовки этого графика. То есть постоянно будет ползти. Если галочку автопрокрутка не поставить, соответственно, этой опции не будет. При этом есть настройка сдвига автопрокрутки. Это насколько будет сдвигаться у вас график. Вот у меня по умолчанию стоит 10 секунд. Это значит, что каждый раз, когда я дохожу до правой границы, у меня все отодвигается на 10 секунд по оси времени. И появляется новый свободный 10 секунд для заполнения. При этом сразу уточню, что старые данные никуда не пропадают. Потому что график архивный, так называемый тренд, и его можно промотать назад. Интервал это длина оси Х на одном отрезке. Соответственно, меняя его, вы можете указывать, какое количество времени вы хотите одновременно наблюдать. Теперь, можно пройтись еще по настройкам оси Х и оси У, для того, чтобы настроить различные отступы делений, высоты стрелок, заливка оси, подписи этой оси и так далее. То же самое для оси У. Не знаю, насколько это прям критично. В общем виде это украшательство. Ну и собственно, по большому счету все. Теперь, давайте приближимся о том, что касается управления этим графиком. Практически все свойства, которые есть в настройках, можно динамизировать. То есть, привязать к ним различные переменные и управлять ими, например, с экрана. Но, как вы видите, по умолчанию, только что добавленного графика, никаких собственных кнопочек нет. Политика компании INSAT в данном случае такая. Мы сделали график полностью свободный, настраиваемый. И вы можете делать с ним что хотите. Соответственно, в данный момент рекомендуем вам, если вы понимаете, что какое-то управление графику нужно все-таки, сделать его, например, библиотечным элементом с панелькой управления, которая вам нужна. И дальше использовать вас во всех проектах. Вообще, в будущем INSAT планирует выпустить библиотечку, по крайней мере, они об этом говорят, в которой будут готовые графики с готовыми кнопками управления. Ну, например, какие они могут быть? Это изменение масштабов по осям. Масштаб по оси X, масштаб по оси Y. Для того, чтобы вы могли ужимать этот график или растягивать по осям. Это помогает более точно понять, какое значение, в какой конкретный момент времени у вас переменные принимали. Ну, или, например, сдвиг по оси Y вверх и вниз. Движение. По умолчанию, опять же, этого нет. Вот. Собственно, все, что по большому счету можно про эту графику рассказать. Добавляете сюда несколько переменных, и они у вас будут отображаться одновременно. Также можно отключать это отображение. Ну, это мы все сейчас посмотрим в режиме эмуляции. Давайте я запущу программу. Посмотрим, что будет происходить. Ну, вот. Как вы видите, красная полоска вертикальная. Согласно настройкам, опять же, графика, в которую мы не залезали, отображается текущее положение во времени. Можно смотреть. Каждые 10 секунд графика у меня сдвигается назад. Ну, и давайте попробую поменять значение переменной. Перетаскиваю ползуночек. Вот та самая ступенька, которую мы видим, да, между двумя точками графика. Ну, допустим, как-то условно эта температура менялась. Рядом с красной линией, кстати, отображается текущее значение, которое на данный момент переменной принимает. При этом, зажимая левую кнопку мыши и перетаскивая этот график, я могу по нему двигаться влево-вправо. Вверх-вниз не могу. То есть вверх-вниз придется двигаться с помощью настраиваемых кнопок, ссылающихся на свойства. И также могу выбрать точку на графике, щелкнув в нее, и увидеть значение переменной в данный конкретный момент на этом графике, что с ней происходило. Очень удобная штука, советую пользоваться. Можно перетаскивать вот эту вот контрольную полосу за меточку сверху, можно перетаскивать ее, ну не перетаскивать, а устанавливать в нужное положение щелчком мыши на графике. В какой точке хотите, в такой и выставляйте. Очень удобно. Также можно открыть по вот этой стрелочке легенду. Здесь будет высвечиваться список у вас параметров. Можно галочку у параметра снять, и тогда он на графике отображаться не будет. Можно поставить, и тогда он будет отображаться. Но и выделив его, не галочку, а сам параметр, вы выделяете график цветом, в данном случае синеньким, и можете смотреть на него. Он будет ярче, он будет заметнее на фоне всех остальных. Тоже очень удобная штука. Ну и допустим, вы наигрались с этим графиком, посмотрели все, что хотели. Дальше двойной щелчок мыши на области свободной линии, на области графика, и вы снова переводитесь в режим автоматической прокрутки и работаете в текущем времени. Смотрите, что опять у вас сейчас происходит. При этом данные предыдущие, повторюсь, никуда не пропали. Вот они у нас все остались, и мы можем продолжать их контролировать. Ну что ж, на этом все. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, эта информация, так же, как и предыдущая, оказалась для вас интересной и полезной. Встретимся с вами в следующем видео.